я вообще люблю и если вот говорить про какие-то уникальные вещи я люблю в большей степени уникальные вещи но не должны быть их и практичные обычно часто уникальные вещи не какие-то с какой-то загулины которая ну вроде все прикольно интересно но есть в этом не практичная сторона какая-то потому что ну там перемудрили и очень редко бывает так чтобы оно было и уникально и и и и практично то есть чтобы не было там удобно и вот как раз таки вот это сочетание но идеально его и она как раз таки распространено в европе в америке есть совершенно четкие небольшие квартальчики с такими разными там магазинами аксессуарами где можно недорого купить такие такие вещи но я стараюсь все носить мне нет такого за залежала я избавляюсь стараюсь уменьшить свой гардероб до ну там до двух чемоданов отдаю ну там семья мне старший брат какое-то время там друзьям отдавал которым это было актуально ну знакомым скорее и родственником в деревню и ну там маме отдаем мама то ли в церковь то ли в как куда-то кому-то я я не знаю дальше судьбу это да у меня дядя там вообще щеголяет правда у него есть несколько таких моих вещей классных которые там лет 5 он уже носит их в любом случае старшее поколение более аккуратно вот в плане ношения и отношения к вещам у меня папа хранит до сих пор там вещи которые он носил юношестве просто хранит потому что вдруг я не понимаю этого если честно да то есть а вдруг про и должно было произойти тогда и она если произошло но произошло здесь продолжается нужны какие-то новые но это это опять же да это ментальность советского союза считаю хранить три ящика инструментов которыми ты никогда не будешь пользоваться тысячу винтиков шпунтиков изолент который минут ну ну что можно изолировать тремя мотками изоленты сегодня но даже если сломается телевизор и какая-то микросхема отвалится она например и папа захочет починить вряд ли она пригодится в таком объеме ну потому что в этом нету жизни в этом нет развития нужно вещь якоря памяти недавно я услышал впервые за долгое-долгое время эту фразу снова в голосе города и четко у меня вот эта вся конструкция с изолентами с какими-то свадебными платьями которые тоже там хранятся где-то у кого-то с какими-то сундуками ненужного приданного с пожелтевшими какими-то простынями но это как бы наверное грустно звучит в таком большом объеме если брать не локально любого человека но нафига много вещей как бы ты если не ну например ведущий или шоумен когда ну нужно выглядеть там есть стандарты свои да есть определенный стиль просто одевайся практично и и и и периодически обновляйся клетки обновляются в организме мысли обновляются в голове вещи тоже нужно обновлять старые зачем хранить есть супер любимые вещи какие-то там либо связанные опять же там с историей какой-то невероятно интересный вот но с этим тоже нужно мне кажется бороться ну и и Продолжение следует...